Редактор субтитров А.Семкин Коррективы в рух городского транспорта Лепши узоры сусветной музычной спадшины Могилевская городская капелла 7 липеня завершает концертный сезон Усё треба робить по дзеючему законодавству Такая думка у адрес посадовых особ и у адрес тех людей, что звернулися до губернатора Анатолий Сашенко провёл приём грамадян по особистых пытаниях Основная колькость зворота утичилася темы якости будовництва и доброго упорядкования и жильёво-коммунальных послуг Пытание про будовничные недохопы на некоторых новобудовлях у микрорайоні по улице Гришина и Бярозовской в Могилёве Коллективные акватеры тут побудывали шмадетные семьи У некоторых догытывали невыправленные будовничные недохопы Согласно законодательству на устранение строительных дефектов даётся срок три месяца Но в эти сроки не вкладываются Дефекты не устраняются так быстро Устроение появилось только после того, как мы записались к вам в пиво Новосёлам доводится взмагаться с такими проблемами, як протекание даху Не до конца наведен парадок у местах агульного користания Не завершено доброупорядкование дворовых территорий и десятших пляцовок Системного решения потребует и удосконаление працы обслуговывающих предприемств Старшиня облвыконкам Анатолий Саченко доручая отказным службам Провести ревизию всех недохопов и представить докладный план их выправления Такого докладного выучения ситуации губернатор потребует представников Отповедных службов у подыходе до кожного звороту Только тогда можно принять узбаженное решение, вызначить реальные термины выращения проблемы И таким чином допомогти людям Каждый должен выполнять свое дело на своем рабочем месте И в рамках действующего законодательства, ни больше, ни меньше Когда это будет сделано, меньше будет и обращений, и больше будет возможностей помочь людям Снежанна Крыжевич, Миколай Соболев, Новины региона Развитие человеческого потенциалу, повышение у здоровья эдукации насильства и якости життя У Могилевским облвыконками обмерковали реализацию стратегии устойливого развития нашего региона И окреслили актуальные задачи Стратегия устойливого развития Могилевской области вызначена до 2035 года Усяго 17 взаимозвязанных метал устойливого развития Сярод их организация харчовой безпеки, доступу до якостной эдукации, рациональная природа, корыстание Это питание, яке и у Могилевской области, и у Беларуси в целом традиционно приоритетное По особных показчиках наша края находится на лидирующих позициях у свете Работа для нас это не новая, но задача на первом этапе реализации нашей областной стратегии Как раз состояла, во-первых, в соединении целей-индикаторов, которые предусмотрены в глобальных целях устойчивого развития С теми показателями, на выполнение которых нацелены наши региональные пятилетние планы развития У нашем регионе так само працуются над тем, как утягнуть в процесс досягнения мета устойливого развития Якмага больше грамадян, с упольностя у волшебных працонных коллективов Эта работа тоже дает нам определенный результат, ведь чем больше людей вовлечены в этот процесс, тем результат будет лучше, а главное устойчивее У областной стратегии усойливого развития есть целый пиролик-индикаторов, которые позволяют оценить выниковость працы Алиусе ж у центра уваги реальное поляпшение якости життя кожного особного грамадянина И тут важно знайсти баланс интересов Большой был труд, когда мы собирали в одном месте людей, часто с противоположными точками зрения Экологов вместе с экономистами, природоохрану вместе с представителями сельского хозяйства Простых жителей с представителями жилищно-коммунального хозяйства И те цифры, которые являются численным обозначением, на самом деле это результат споров, дебатов и взаимных компромиссов Как улежить интересы у всех затекавленных Простый приклад, зараз первым, чем проводить работы по доброму порадкованию, у Лады текавятся меркованием мясовых жахаров И дают макшимость людям зарабить свой посильный уклад у огульную справу Алена Мельшанкова, Алина Бубликова, Миколай Соболев, Новина региона В Могилеве прошла паза-шарговая сессия областного совета депутатов И все лето на республиканских предметных олимпиадах старшоклассники Могилевшины завоевали 90 дипломов У вынику Могилевская область вышла на третье агульнокомандное место у Беларуси Педагогов и тренеров, которые рыхтовали переможцев, чекая премия Абл-Ваканкама Однако при подрыхтовке ответных решений возникли так званые техничные проблемы Учащиеся лицея Беларусско-Российского университета не попадают под нашу инструкцию ныне существующую Почему? Потому что это учреждение образования является структурным подразделением университета И не является учреждением общего среднего образования Но оно реализует программы общего среднего образования А тому гэтае пытание разглядели депутаты и проголосовали за принятие решения На позачарговой сессии Абл-Савета так само унесены изменения и дополнения у некоторые ранее принятые решения В части реализации государственной программы комфортное жилье В части реализации программы нашей инвест-программы на территории Могилевской области Мы пересматриваем финансирование в части реализации этих программ Для того, чтобы все проекты, которые запланированы и к сдаче в дальнейшем были реализованы и затем введены в строй Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона Экономические параметры работы, предприятия, проблемы внешнего взаимодействия и новые умовы працы Обмерковали резиденты СС Могилев За круглым столом У делу, которым взял помощник президента инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк У администрации СС Могилев зарегистрировано 46 резидентов Гэта буйные высокотехнологичные предприятия Летость их огромный объем экспорта склав 1,5 млрд долларов Больше четверти объема товара отправляли у ЕС и Украину Теперь идея переориентации рынков сбыту на азиатский регион, Китай и Россию Каждое предприятие разработало свой план действий Да, сегодня всем тяжело, все испытывают определенные сложности, но проблемы решаются Сегодня мы видим также и роль государства в обеспечении работоспособности предприятия Сегодня государство работает над макроэкономическими показателями, над построением новой финансовой системы, которая испытывает определенные сложности, в том числе платежей между субъектами и хозяйствами в разных странах И, естественно, стратегическим таким вопросом являются вопросы логистики Все пытания, что вздымают кероники предприемства, выращают у темлику принятием решения на областным и районном узровнях В первую очередь, сохранение трудовых коллективов, если в этом возникает необходимость Перераспределение трудовых ресурсов как внутри предприятия, так и в целом в регионе между другими предприятиями И нам это удается делать Сегодня предприятия работают в штатном режиме И говорить о том, что есть трудности, безусловно, они есть Но самое главное, что мы знаем, как их решать А сейчас информация и для могилючан, и для гостей города Нагадаем на улице Чалюскенца в Могилеве, где укладка асфальтобетонного покрытия В связи с этим, 6, 7 и 8 липня будут унесены коррективы в рух транспорту По информации отдела транспорта и коммуникации Гарва Конкама Тролейбусный маршрут номер 2 на участку площадь Женекидзе Зеленый Лух И будет працевать 6, 7 и 8 липня с 19.00 до полночи До речи, для зручности у названой период будет организована работа Аутобусного маршрута номер 3К площадь Женекидзе Зеленый Лух И электробусов по маршруте номер 2Д площадь Женекидзе Зеленый Лух Так само будет организована работа тролейбусного маршрута номер 2К Площадь Женекидзе завод Могилев Трансмаш Могилевская городская капелла 7 липня завершает концертный сезон, 20-й по лику. Выступление по традиции отбудется у городским центры культуры и отпочинку. Симфоничный оркестр и камерный хор подорут аматорам классичной музыки лепшие узоры сусветной музычной спадшины. Могилевская городская капелла закрывает 20-й концертный сезон. Хотя их история створения заслуженного коллектива Беларуси началась на праканце 80-х годов, минулого 100-го года. С початку з'явился хор, за ним симфоничный оркестр. А потом, як особное предприемство, адзинная у Беларуси городская капелла с плановой работой. К закрытию сезона мы начали готовиться с самого его открытия. Потому что вся программа, которая будет в закрытии, это сборник того, что было у нас на всех концертах нашего года. Работаю я в капелле уже более 14 лет. Ну и, конечно же, музыка для меня – это моя жизнь. Программа интересная для публики. Она будет такая легкая, она будет такая прозрачная. Такая музыка отдыха. Маэстро, он подбирает очень такие интересные программы. Именно такой достаточно высокой сложности, чтобы оркестр рос, чтобы он развивался. На протягу года Могилевская капелла подрыхтовала шмат программ духовной музыки «Даражства. Релик дня». У репертуары страдавняя музыка сучасная из золотой коллекции сусветной классики. Разуметь, я ее учат детей и подлетков регулярными выступлениями у агульно-аддукационных школах. Исполняем немало программ, посвященных нашей белорусской музыкальной культуре. И программы, связанные с духовной музыкой. Это и Могилевский хоровой собор, который уже тоже в следующем году будет праздновать свой 30-летний юбилей. У выступлениях капелла «Береперапынок» до вересня. А репетиции протягнутся новый сезон коллектив почти оперной и балетной музыкой у концертном выконанне. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона. Традиционные областные споборничества громадских санитарных дружин прошли в Могилеве сяроды дельника у 22 команды из разных районов и организаций. А сами споборничества – своесабливый шматгадзинный марафон теории и практики. Санитарные дружины годно показывали свои навыки у каждом этапе споборничества. А у сего их было шесть. От оказания первой медицинской допомоги до действия в надзвучайных ситуациях. Финальный этап был теоретичным – наведание истории червонных окрыжа. Лепшим – специальные подарочки от товариства. Были самые быстрые, самые четкие, самые ответы развернутые. Большой плюс за дополнительную информацию, что читали, знали. Поэтому примите, пожалуйста, наше поздравление. Спасибо большое. У склад санитарных дружин предприемства выходят и простые рабочие, и инженеры. Областные споборницы – добрая махчимость полепшить свои навыки. Вот эти проведения соревнований – это подведение итогов обучения теоретического и практических навыков людей, которые будут, не дай Бог, оказывать помощь в условиях чрезвычайных ситуаций. Первое место заняли работники Могилевского предприемства «Магатекс». Переможцам уручили грамоту и золотый кубок. У Республиканской мастацкой галереи «Палац мастацтва» 7 липень открываются одразу две выставы мастацтва Могилевшины. Первая похода – 100 годзя Бабруйского мастака Альгерда Малишевского и другая – с участных мастаков региона. Супольно с коллегами из Бреста под назвой «Житье человека». Я ее робит отделение Белорусского союза мастаков. Куратором стала Светлана Строгина, Могилевская мастачка и керауник Музея Белынинского бирули. У столичным выставочным проекте примают удел мастаки з Могилева, Бабруйска и Белыничаў, розных покаленняў и розных мастацких стылеў. Яны покажуть у Минску портреты, постати людей, усе, што датышыцца темы життя и лесу человека. Могилевская выстава у Минским палаце мастацтваў будзе працаваць до 24 липеня. Канешні, мы распавадаўм пра багатую спадчану і будзем паказываць не толькі живапіс, але і кераміку, і скульптуру, і графіку. І таму гэта шырокая ретраспекція дазволяць паказаць, як зміняецца адносіны да портрета, да тематычны карціны, які новы мастацкі плыні ўваходзіць ў реалістычны напрамак, альбо гэта абстракція ілі філасовскі падтэкст. Таму вот такая ретраспекція погляду на мастацтва будзе працавлена гэта экспазіція. В облачна с праясненнімі часам апаткі месцамі навальніцца. Такой надвор ясіноптыкі прагназуюць на чацвер. Ветер с парываймі да 14 метрів за секунду. У начі плюс 11, плюс 16 градусав. У дзень плюс 19, плюс 24. Па словах синоптыка ў гэта напэўна самы прахладны дзень тыдня. А вось ў пятніцу знов чыкаеца пераважна без апаткав. Ветер неустойливый, слабый 3,8 метрів за секунду. Адзён на слупок термометра стане крыховы шеи плюс 21, плюс 26 градусав. У субботу і неделю знов махчыма прийдуть дажы на Магилёвшыну. Парывы ветру часам будуть досягать 14 метрів за секунду. А ле температурный фон замацуюцца на попередньому зровні плюс 20, плюс 26 градусав. Нареша на двор ё ў ближайші дні, по словах синоптыков, будзе визнашать циклон с актывными атмосферными фронтами. Самые актуальные новины нашей в області на нашем сайте, у телеграм-каналі Беларусь, Шатир и Магилёв. Долучайтесь, а так само глядите нас у социальных сетках. А я з вами развітвуюся. Дякую за увагу і до сустречі. Дякую за перегляд!